всем привет как обычно наш традиционный будничный прямой эфир начинается давайте все будем подключаться друзья подключайтесь здравствуйте всем привет всем добрый вечер до подключаемся всем приветствую кто в курсе меня всем привет а кто не в курсе меня зовут савченко андрей региональный представитель компании fuji film и давайте друзья как обычно если меня хорошо видно и слышно напишите пожалуйста из какого города нас смотрите как обычно привет из новосибирска прекрасно я сам новосибирске сейчас борода привет привет да всем большой большой привет подключаетесь как обычно сегодня часик пообщаемся поотвечаем наши вопросы поменяемся опытом вроде обнова вышло а xc3 с ронин s не работает вот марк моно смотрите насколько мне известно на ронин с точно вот на ронин с не знаю конкретно в общем на ронин sc с xt3 стабилизатор работает с опциональным кабелем которого в комплекте нет там же подписаны шнурки panasonic и sony и а кабелечка для fuji в комплект не доложили к сожалению если вода заказать все должно работать при этом дейну ты знаешь из какого мск и иркутск прекрасно минск отличная германия шикарно привет из петербурга отлично нячанг супер очка реки рулят согласен согласен очка реки классные так ждал classic негатив на новый пул но будет еще прошивка мы же анонсировали что сначала будет обновление по стабилизаторам потом по фокусу хочу кружку как у тебя к сожалению они уже закончились но я думаю будет еще вероятность их получить и возможность кружечки эти получить вот во всяком случае я надеюсь что так произойдет да друзья подключайтесь давайте пообщаемся как обычно проведем вечер дружный хороший в общении екатеринбург прекрасно будем у вас в январе до минск как много людей сегодня из минска привет из баку о прекрасный город мечтаю там побывать вот в яйва не был а в баку еще не был хотя вроде рядом я сама очка реки прекрасно очка реки это сила картал очка реки вдвойне силы да всем большой планирую брать x30 видео но что-то тянет на сторону сони евгений ши шаев какие критерии выбора камеры давайте обсудим потому что все зависит от того для чего вам камера нужна какие задачи решает потому что не бывает камеры универсальной и для всего к сожалению как бы нам не хотелось будьте на тексте пиксель 24 в конце декабря там будет мой коллега дэнию очень классно какого числа гекатя пока ориентируемся на третью неделю января салют из неингре прекрасный город по поводу екатеринбурга друзья мои он по урал расскажите про fuji x100 а что вам рассказать колдвей 13 уточните ваш вопрос я с удовольствием на него отвечу если вы его что называется раскроете что именно он рассказать в общем по поводу мероприятий в этом году к сожалению все мероприятия уже завершены подскажите жк экрана можно со студенными вспышками работать конечно с любыми вспышками можно работать скоро буду на родине любимого бренда в токио точнее в провинции фудзиама так вот по январю с 13 по 17 января ждите нас в новокуднецке и кемерово он лишь привет привет всем приеда с 20 по 25 ориентировочно пока мы ориентируемся что появимся в екатеринбурге в челябинске и перми не могу понять какой рабочий соу в xc30 4000 фото уже никуда не годная смотрите ядрового вида все зависит от качества света то есть у вас цвет чистый то и со 6х400 будет достаточно рабочим если же свет грязный множество раз при отраженной разной температуры то есть ясно шумов будет больше что-то зависает так только у вас янченко 6514 зависает или остальных вопрос не по теме очень хотел понять политику фудзи фильм по пленкам почему вполне по теме что интересует какая какой какой нюанс политики здравствуйте что слышно про новое обновление к стран с прошлых поколений пока нет никакой информации что происходит 130 на морозе долго протянет как правило протянет ровно столько сколько протянет человек на морозе то есть если мороз сильный то обычно я больше чем полчаса по улице не бегаю то есть камера гарантированно это время хватит если говорить про умея на холодной температуры то как раз всеми остальными камерами будет падать емкость аккумулятора там на четверть на треть как у всех камер собственно с поправкой на собственно объем батарейки я подала на визу невесты держите за меня кучки прекрасно прекрасно это хорошая новость и кстати заработает с моза r2 очень интересно да с моза r насколько мне рассказывали все работает отлично нет никаких проблем то есть во всяком случае со мной делились информации вот видеографа с которым мы общаемся они рассказывали мне что именно с этими стабилизаторами лучше всего на данный момент работает старт стоп записи фокусировка про фолло фокус к сожалению не в курсе у меня у одного из коллег в новосибирске есть и кстати и ронин сси он заказал себе вот этот дополнительный шнур мы будем с ним вот тестировать сразу как только шнур придет подробности вам обязательно расскажем я планирую 25 числа посвятить день работе со стабилизаторами и соответственно поделиться как это все работает потому что я так понял тема работы и кстати со стабилизаторами очень интересно поэтому будем ее изучать так на x pro 2 будет новая прошивка или уже пройденный этап ну я думаю что скорее всего уже серьезных каких-то прошивок не будет скорее всего будет просто добавлять поддержку стабилизаторов новых объективов какой самое лучшее качество потому что на x pro 2 и 4k видео добавили автофокус улучшили по моему отлично камера уже в принципе пожила какое самое лучшее качество jpeg fine или normal fine конечно же кстати работает june crane 2 вообще скажем так в принципе работает про старт-стоп вот еще нет у меня возможности пока протестировать именно с этим стабилизатором кстати вот на следующей неделе буду тестировать работу с диджай с си ронин си june crane как только в мои руки попадет обязательно протестирую техника не испортится при использовании холодное время до какой температуры можно использовать все как со любой другой техникой пока не замерзнет а байка привет а привет а завтра заберу xe3 на 2320 какие обновы еще выходят на него как он вообще по эргономике на твой взгляд ну ироник константин мне больше по эргономике мы с тобой в личке обсуждали что мне больше нравится x-t20 x-t30 то есть но при этом камера неплохая xe3 ответьте почему на x pro 2 нет фокус пикинг в видео очень надо потому что это тяжелая достаточно вычислительная задача и в камере охлаждения процессора это насколько я знаю насколько понимаю не хватает хотя там уже добавили 4k видео которые изначально в камере не было классик негатив то есть на x pro 2 не ждать я думаю скорее всего нет потому что для этого нужно железо нового поколения у меня лапы хоть не совсем прямые но холодостойкие так что про морозные фотосеты моя тема да вот поделитесь опытом привет можно ли сделать откат предыдущим обновлениям нет нельзя а что не так почему пропускаете мой вопрос кушнир не прилетел ваш вопрос если повторите с удовольствием на него отвечу просто пока его не вижу к сожалению в комментариях перед из мичуринска привет просто вот нету вашего вопроса не все комментарии к сожалению проходят если вдруг не отвечаю то с удовольствием отвечу если вы добавите его еще раз если вы еще раз зададите у меня нет задачи кого-то игнорировать я думаю все постоянные зрители наших прямых эфиров знают что я всегда отвечаю на все вопросы единственное просто не все вопросы до меня доходят так что давайте мы с вами обязательно на все вопросы ответим только пожалуйста повторите их еще раз да вот к сожалению в прямой эфире я пока никого не пущу майсана 2015 если хотите что-то спросить то давайте вопрос почему не откатиться потому что в этом необходимости нет когда прошивка next 30 нет пока такой информации так подскажите объектив 23 4 снимается ли переднее стекло можно ли это сделать в домашних условиях подручными средствами не советую лучше сдать в сервис потому что там нужна достаточно чистая комната чистое помещение для того чтобы не занести туда новую пыль собирается ли fuji выпустить современные пленочные камеры или или лимит и деши нет пока не собирается насколько я знаю обидно т-30 прокатились прошивкой ну друзья мои давайте подождем потому что все таки скажем так камера еще живет камера еще находится в середине своего жизненного цикла даже я бы сказал еще не дошла до середины своего жизненного цикла как показывает практика у нас камеры каждого сегмента обновляется раз в два года не считая экспрессии gfx вот поэтому давайте подождем аронин перестал работать а байка а что перестал именно работать расскажите поделитесь просто вот вы первые кто об этом говорите расскажите подробности что работала запись управление записью или управление фокусом в чем дело я в очках хожу кушнир анабель давайте обойдемся без взаимного троллинга очкарики рулят не очкарики тоже рулят все рулят николас 433 привет да друзья мои всех очень рад видеть и слышать очень рад что много подтягивается постоянных наших зрителей постоянных комментаторов кнопка ек вопрос какой режим стоит на камере там автоматическое подключение по юсб значит все ок да все ок я думаю надо подождать ответки от производителей джай и производители же же юн потому что только-только вышла прошивка буквально получается вчера поэтому надо я думаю просто немножко подождать пару дней если мне нужно откатить мой x3 то как быть неудобно на новой прошивке а что именно миша делать видео что именно неудобно вот друзья мои расскажите пожалуйста то что обратная связь очень важно вчера был все ок утром поставил одну перестал работать при этой спирме никогда в гости александр смайл в январе приедем в конце января на третью неделю января будем у вас гостях сетника фото привет краснодар здравствуйте вопрос у меня ронин си и fujifilm x3 не работает трек у многих я насколько понял джай перестал ронин работать я думаю это вопрос к компании джай потому что мы прошли в прошивке поддержку полностью добавили ну и насколько я прочитал инструкцию к ронин си конкретно к нему там нету шнурочка который именно отвечает за совместимость фуджи фильм надо его докупать отдельно из самых широких объективов имеет 20 и 4 хочется больше широкий угол что здесь 16 2.8 или 14 2.8 либо ваши рекомендации ну я бы взял 16 2.8 он чуть более узкий но мне он больше нравится по пыль и влагозащищенности скорости фокуса резкости можете в конце сразу рассказать как снимается передний стекло 21 4 она снимается только в сервисе я вот к сожалению макаров просили привет из кострана привет у меня про набор фотографов глянц про набор чего бред какой-то этот кабель какой-то из джеков на расставительную написано что кабель под си а не под с друзья по поводу ронина я вот к сожалению не могу сейчас прямо ответить на этот вопрос я думаю к следующему прямому эфиру я подготовлюсь прям возьму стабилизатор возьму x3 и еще я думаю обязательно протестируем как работать не работает вот к тому же придет вот их дополнительный шнур именно самой компании диджай мы проверим с ним без него со штатными шнурками под штурки других компаний под другие камеры и я думаю обязательно мы это дело заведем плюс я уже насколько мне известно мои коллеги делали запрос в компанию диджай я думаю они может подскажут как настроить это все дело потому что понимаете одно дело когда все касается только наших камер другое дело когда кроме наших камер в зоне ответственности еще и производитель стороннего какого-то оборудования естественно сложно сделать первого раза чтобы это все работало идеально особенно если учитывая что раньше этой поддержки не было скажите для h1 будет еще обновление выходить вот нет у меня такой пока информация с азанкин я думаю какие-то обновления точно будут выходить что камеры опять же достаточно актуально продается но вот какие будут и когда я пока сказать не могу вот про x3 нам дали информацию что будут обновления мы про это рассказали еще в ноябре что будет обновление в декабре и что будут дальше еще обновления под и кстати соответственно под другие камеры пока такой информации не приходил всем привет подскажите как настроить меню x3 чтобы в ходе оказываться в месте, где произвелись в предыдущие изменения настроек. Соломоника такой, опции нет, к сожалению. Вы можете максимум оказаться в предыдущем разделе меню, если, например, снимаете видео. То есть, если вы снимаете видео, он идет в видеоразделе меню. Когда вы, Владимир? Я думаю, либо в конце лета, ну, в общем, когда-нибудь в следующем году. Нужна новая пленка на H1. Я боюсь, что на H1 ее точно не будет, потому что, насколько мне сказали наши инженеры, эти пленки рассчитаны именно уже на новое поколение железа. То есть, это X103, X1030. И на X204 поколение. У X10F на объективе и на стекле появились две точки, на чего, я извиняюсь, друзья, упал. На черном водке не пыль. Что это в сервис? Как часто встречается? В Ох Куба, если честно, я не слышал о такой проблеме, поэтому не могу сказать, как часто встречается. Возможно, эти точки, это все-таки пыль. Просто она там статика притягивается, соответственно, ее стряхнуть не получится. Поэтому я рекомендую, если вас это сильно беспокоит, обратиться в сервис. То есть, будут ли обновлять ассортимент пленки? Зачем подняли цены на 30%? Есть ли сервис для пленочных камер от Fuji? Вот, Халид Зейналов, по поводу обновлять ассортимент пленки, возможно, будут, потому что Кроссвуд решили не останавливать производство, а разобновить. Я, к сожалению, не отношусь к тому подразделению, которое пленкой занимается. Моя все-таки задача – это цифровые камеры, объективы. Меня беспокоит пыль мелкая за передним стеклом. На фото и видео она не видна. Стоит ли для нее париться? Нет, пока не видна, не стоит париться. Она будет видна, только если очень сильно закроете диафрагму, там до 20, например. По поводу поднятия цен, к сожалению, опять же, на пленку, к сожалению, опять же, не моя, скажем так, сфера ответственности. Я поэтому подсказать не могу. Но постарайся ответить на этот вопрос, следующим эфиром узнать. Чем отличается Fujifilm 56.1.2 от Fujifilm? От какого Fujifilm фотографа в лианс? Есть шанс еще больше пыли наталкать своими руками, тогда она будет на фото и видео видна. Да, согласен. Друзья мои, если у вас есть небольшое количество пыли, и она вам в кадре не мешает, то есть она не попадает в кадр, либо не попадает в зону фокусировки, то есть не видно, когда мы фокусируемся, в зависимости от дистанции, то на эту тему париться не стоит, на эту тему переживать не стоит. Если же она начинает быть видна, самый лучший вариант – сдать объектив в сервис, чтобы его почистили изнутри профессионалы, у них есть специальное оборудование для этого. Омщик. X-T30 хорош? Хочу купить. Да. X-T30 хорош, но, опять же, в сравнении с чем. То есть если сравнивать с X-T3, X-T3 лучше. Если сравнивать с X-T20, X-T30 лучше. А я изначально пленочник. Прекрасно. Как найти чертежи X-байонета для изготовления переходника? Миша делает видео. Про что хотите сделать переходник? Про чертежи байонета я не слышал. Возможно, просто оцифровать переходник какой-то существующий. А вот хват на X-Pro2 вырос с 2,5к до 6 после выхода и хват на X-Pro3. Мистика. Нет, это не мистика, просто я более чем уверен, что это была акция. Потому что мы время от времени делаем акции на батарейные ручки, мы делаем время от времени акции на комплекты камеры плюс объектив. То есть, возможно, просто пока была акция, он и стоил 2,5к. Потому что цена 5-6 тысяч рублей для хвата – это стандартная стоимость для всех наших аксессуаров. Хватов для X-T3, для X-T2. То есть, они стоили всегда в районе 5-6 тысяч. Как найти чертежи X-H2? Я боюсь, это сейчас коммерческая тайна. Подскажи, Андрей, вышла прошивка для стабов, но стабилизаторы все равно не соединяются. Вот как раз об этом говорю, что будем сейчас тестировать для того, чтобы узнать, все-таки не работают совсем или не работают при определенных настройках, а при определенных и работают. Мне должны 25-го числа дать DJI R-NSC, и я буду X-T3 с новой прошивкой с ним тестировать. С разными штуками. Чем отличается Fujifilm 56.1.2 от Fujifilm 56.2.1.2 APD? Тем, что во втором есть аподизационный фильтр, который дополнительно смягчает и делает более, скажем так, благородными переходы от резкости к нерезкости. От зоны резкости к зону нерезкости. Но от этого падает светосила и не работает фазовый фокус. Лично для меня APD не нужен объектив. Мне и так в боке хватает на 56.1.2. Но некоторым хочется крутой максимальной картинки. Тогда можно APD брать. Подскажите X-T2 ждать. Вот пока нет у меня такой информации. Подарите кружку Fuji. Не могу, самому подарили. Вспомни, чего из Владимира с лензоблоком без байонета. Все, вспомнил, вспомнил. Я тоже кружку хочу, да, все хотят. Омщик тоже думает взять X-T30. X-T30 – это отличная камера по соотношению цена-качество. Сильно ли хуже матрица X-H1, чем матрица X-T3? В основном она уступает ей скорости фокусировки. То есть X-T3 гораздо быстрее фокусируется на фото, заметно быстрее. Но это, опять же, скажем так, необходимо только если вы репортаж снимаете. Если же вы снимаете портановку, если вы снимаете портреты, то вам это не нужно. Чуть выше рабочее ISO, то есть там, где на X-T3 гарантированно рабочее ISO и картинка будет классная. Собственно, как сказать-то, там, где будет картинка классная на ISO 3200, то на X-T3 это уже 4000. Ну и немножко шире динамический диапазон, потому что матрица уже с обратной засветкой. Но при этом X-H1 сейчас на 25 тысяч дешевле, причем идет с батарейной ручкой. Я считаю, что это офигенное предложение. Вот 12 января для тех, кому, например, бюджет не позволяет купить X-T3, можно взять X-H1. Камера все равно актуальная, клевая, очень, я бы сказал, дорогоустойчивая. А что, если разыграть кружку с логотипом к Новому году? К сожалению, кружки кончились, но мы подумаем над розыгрышем. Хей, хей. Вот для этой штуки и нужно. Все закончилось, остался байонет. Миша делает видео. Ну, я думаю, самый простой вариант будет оцифровать реальный переходник какой-то. Его же можно измерить, его же можно просто тщательно промерить. Привет, есть проблема 18.55, сорвано фокусировочное кольцо. Насколько серьезная проблема, дорогой ли будет ремонт в Москве? Печь видео. Вот, к сожалению, я не сервисный центр, и на сценке сервиса не знаю. Поэтому единственным адекватным вариантом будет встать в сервис. Копировать сложно, нужны чертежи. Ну, официально, насколько я знаю, чертежи такие не распространяются. Если бы были, они бы были на сайте fujifilm.com. Но там я их ни разу не увидел, хотя сайт изучал. Вот, поэтому я боюсь, что эта информация закрытая. Китайцы как-то это делают. Можно писать китайцам. Можно у китайцев узнать, где они берут чертежи. А я думаю, они оцифровали. Либо у них заказать можно, как вариант. Либо взять готовый переходник и на нем, например, нарезать дополнительную резьбу для подключения линзоблока. Андрей, привет, ты скажешь, Андрей. XT4 будет или компании нет смысла, так как XT3 хорошо продается? Ну, почему нет смысла? XT2 отлично продавался, но XT3 же сделали. Поэтому XT4, конечно, будет. Вопрос в том, когда, пока информации нет. Ребят, я вдается по своей кружке с нашим логотипом, как буду в Токио. Вот, отлично, сделаете розыгрыш. Привет, спасибо за МК в Томске. 52.0 понравилось, надо брать. Спасибо за отзыв, спасибо за мнение. 52.0 один из моих любимых сейчас объективов. Я раньше много снимал в 56.1.2, а теперь больше на 52.0. Кто снимает видео на XT30? Я в рамках изучения этой камеры снимал, что интересует. Здравствуйте, здравствуйте. Андрею, удалось потестировать 51.0? Как впечатление? Нет ли Mark 2161? Пока не удалось. Ждем. А сделать официальный вопрос можно? Я думаю, можно. Напишите нам. Я думаю, мы ответим официально. XT1 следующего поколения когда будет? Вот, да, два раза спросили, не успел ответить. Пока неизвестно. Пока вот нет даже слухов. Понимаете, друзья? Я все-таки официальный представитель компании Fujifilm, и ответы на вопросы, которые еще официально отсутствуют, я давать не могу. Я могу оперировать слухами, которые также распространяются в интернете. Но про XT3 следующего поколения пока даже слухов нет, поэтому ничего сказать не могу. Хотелось бы видеть на XT3 следящий режим объекта видео по всему экрану, не только по зоне и лицу. Я думаю, что-то в этом будет в стиле. Что-нибудь говорили об XT4? Из-за Новосибирска спасибо, не за что. Про XT4 что могу сказать? Ну, учитывая, что у нас график выхода флагманов раз в два года, а XT3 была в 2018 году презентована и выпущена, то, скорее всего, в 2020 году, в какой-то месяц будет XT4. Но это слухи и логика. Потому что XT1, как известно, вышел в 2014, XT2 в 2016, но и XT3 в 2018. Соответственно, XT4 логично ждать в 2020. Но когда будет, что в ней будет, пока нет информации. Друзья, мы обычно за месяц до выхода камеры уже рассказываем, какое оно будет и когда. Мне кажется, это уже неплохо. Сидельцев, привет. Привет. Да, всем большой привет, друзья. Очень рад, что мы сегодня с вами общаемся. Очень рад, что смотрите прямые эфиры. Очень рад, что задаете вопросы и кто-то отвечает. А кто из видеографов является представителями Фуджи? Я представитель, я сотрудник команды Фуджи Фильм. А если говорить про амбассадоров, есть очень классные видеографы. Это Семен Багиров, клипмейкер. Это есть очень классный видеограф из Саратова. Никита Горелкин. Он снимает рекламу для Тойоты. Очень продвинутый, очень крутой видеограф с очень классной картинкой. Очень рекомендую посмотреть его работы. Да, в принципе, очень много, я думаю, людей уже снимают. Мы стараемся таким контентом всегда делиться. То есть, можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Мы выкладываем видео тех, кто снимает это на Фуджи. Делимся активно. Я снимаю видео, изучаю активно и конкурентов, и наши возможности, и наших камер, для того, чтобы знать все-таки объективную информацию. ВКТ-4 и будет стабилизация матрицы? Вот, никто пока этого не знает. Как импортнуть изображение с камерой на сельфон в фулл-сайз? Есть ли такая возможность? Есть. Такая возможность, Яков Судин. Для этого необходимо просто зайти в настройки соединения и там выключить опцию перекидывания изображения в размере 3 Мп. Если вы ее выключите в настройках камеры, то он будет перекидывать в полноразмерное изображение. Какой X100 выбрать для души? Я бы взял X100F. Либо самую последнюю, самую шуструю, с самым высоким качеством картинки камеры. Либо, наоборот, в обратную сторону взял бы камеру X100 самого первого поколения. Уже как коллекционную редкость, как винтажную классику. Здесь все... Какие-то средние варианты я бы не рассматривал. То есть, либо самую первую, либо самую последнюю. Семену Багирову не зашла X-T3, прошлой Fuji чуть более стильный по изображению. Тропников тут. Ну, это вопрос, как сказать-то, личных предпочтений. Мне X-T3 по картинке очень нравится. Мне очень нравится, как она работает с цветом в целом. Мне очень нравится, как у нее работает фокус, следящий по лицам, глазам в 4К. То есть, на мой взгляд, это очень быстрая, очень крутая камера на сегодняшний день. Окей, спасибо. Вам спасибо за вопрос. Возможно стать социальным представителем Fujifilm в учебном кинозаведении. Sheplex Official, а какое кинозаведение вы представляете? Расскажите. Может быть, мы к вам в гости приедем? Мы обычно с удовольствием отвечаем на приглашение. Если нас зовут на какие-то мероприятия, в какие-то учебные заведения, мы с радостью всегда приезжаем. Если есть такая техническая возможность. Так, продолжаем, друзья. Так, стыдно за вопрос. Понятно, что 35 с учетом кропа будет полтинником. А какая будет светосила с учетом кропа? Вот, в аллее фото. Нет глупых вопросов, есть глупые ответы. Так вот, друзья мои, я уже всем много раз говорил и повторюсь. То есть, светосила величина, скажем так, абсолютная. Она не зависит от кропа. То есть, вне зависимости от того, у вас большая матрица или маленькая, если написано светосила 2.0, то она будет светосила 2.0 на матрице любого размера. Но кроп меняет глубину резкости. То есть, то, насколько много пространства в резкости, в камере. Ну, не в камере, а в картинке. Соответственно, если кропа 1.5, то и глубина резкости увеличивается примерно в 1.5 раза. То есть, объектив с светосилой 2.0, например, на нашей камере, например, 35.2.0, он будет эквивалентен объективу 50.2.0 по светосиле и формату изображения по картинке. Но при этом он будет эквивалентен полнокадровому объективу с светосилой 2.8 по глубине резкости. Быстрей бы классик негатив на 30-ку. Ну, ждем новостей. Андрей, привет, привет. Соответственно, светосила, величина абсолютно. Светосила не падает. То есть, если вы на кроп-камере и на полнокадровом выставите одинаковые настройки размера кадра, ой, размера кадра, одинаковые настройки светосилы, ой, все, заговорился, ребят, ISO, диафрагму и выдержку, то у вас будет одинаковая картинка по освещенности. Но следует учитывать, что одинаковая диафрагма, написанная на объективе, не всегда одинаковая на самом деле. Потому что для фотообъективов рассчитывается геометрическая проходимость света. В отличие, например, от видеообъективов от кино, линз. Какую вспышку лучше выбрать? Я рекомендую обычно всем Гудокс. Отличное соотношение цены-качество. Отлично поддерживает фуджи-фильм. Недорого. И с очень хорошим качеством мощности и импульса, стабильностью, световой температуры, надежности. Ну, неплохая она. Скажем так, хуже, чем у Профото, например. Но разница в стоимости позволяет купить пять вспышек Гудокс по цене одной Профото. Здравствуйте. Здравствуйте, Ник Лукьянов. Здравствуйте. Поэтому я рекомендую использовать вспышки Гудокс. Они удобные. Они хорошие. И они недорогие. Что самое важное. Более того. Да, вот сейчас ситников фото что-то нам добавит. Фотограф очень классный из Краснодара, интервьющик, нам сейчас подскажет. Ну, опять же, большая часть амбассадоров фуджи-фильм, которые снимают фото с использованием импульсного света в нашей системе, делают это со вспышками Гудокс. Это вот та информация, которая у меня есть. Так что, друзья. Так, у меня первая итерация сотки. У меня до сих пор, ок, смотри, сколько есть денег. Да, кстати, вот X100, это все-таки камера на все времена. Это уже живая классика. Это уже, я бы сказал, раритет. Нет, грипп F2, это примерно 2,2 на FF, так говорит калькулятор. Нет, не согласен. Подскажите, может ли конфликтовать стаб XH1 и стаб объектива 1024? У меня фотки получаются не резкие, какие-то даже на закрытых диафрагмах. Как-то, знаете, вроде шевеленки. А за фото Москл рекомендую и на объективе, и на камере поставить последние прошивки. Если проблема продолжится, несите в сервис. Что посоветуешь взять в качестве дополнительной камеры для путешествий и души из БУ-линейки? X100T, XE2S с китом или X-PRO-1 с китом и мануальными фиксами. Я бы взял X100T, потому что она будет самым компактным сочетанием всего перечисленного, при этом достаточно умеренно быстрой. То есть, я бы не сказал, что она какая-то очень тормозная, и при этом недорогой. То есть, мне кажется, по соотношению цена-качество-размеры возможности, она очень классная. К тому же, у нее есть гибридный визоискатель, как в X-PRO-2 практически. Что там с Тараном? Montrum Storyteller. А что с ним? Я не знаю. Я не слежу за его жизнью, так как он следит за нами. Потому что он просто очень сильно обиделся, когда его назвали амбассадором Sony. Видимо, он так не считает. У каждого человека есть свое право на свое мнение. Вот про кинообъективы. Пробовали снимать на Fuji с киновыми объективами? Если да, то какие впечатления? Печь видео. Впечатления самые великолепные, впечатления самые восхитительные, потому что кинообъективы – это все-таки очень крутые линзы с очень качественной картинкой. Не дышат, не сбивается фокус-призумие. То есть, все, короче, как обещали, собственно, очень хорошо. Очень классно, очень круто и очень дорого. Да, вот, к сожалению, стоимость у них достаточно кусается. По сравнению с фотолинзами, но если сравнение с другими кинолинзами, то очень-очень недорого. Гитер, институт кино и ТВ, МСК. В УЗ каждого света проводит ток-шоу, куда приглашают личности разных представителей. Недавно приезжали ориентом фото и показывали камеру СИС-700. Ждем вас, просто студия есть. Шплекс офисал. Я сделал скриншот вашего сообщения. Я своему коллеге в московскому передам информацию. Я думаю, он вам напишет. И там, я думаю, обязательно с вами устроим какую-то совместную коллаборацию. Мы просто всегда за то, чтобы дружить с разными крутыми площадками и делиться той информацией, делиться теми возможностями, которые у нас есть. Потому что, опять же, почему, на мой взгляд, крайне важно проводить, например, наши тест-драйвы? Потому что фотографы сами для себя, не то, что им рассказали, не то, что они обзоры увидели, а они сами тестируют камеры и понимают, подходит она им или нет. Подходит им объектив какой-то или нет. Какая-то конкретная камера. Я знаю людей, которые вместо X-T30 взяли X-T3 после тест-драйва. И наоборот. Но, например, взяли дополнительную оптику на разницу в цене. Потому что люди все понимают, что у них разные потребности. И пока сам эту камеру руками не пощупаешь, не поснимаешь, не поймешь. На X-70 будут новые прошивки? Я боюсь, нет. Камера уже все-таки на позапрофлой версии всей платформы. На X-Trans второго поколения. Поэтому я боюсь, уже не будет ничего новенького. Камера и так летает на последних срок прошивках. Скажем так, на все, что способно выдать ее железо. Камера отличная. Камера компактная. Классная. Да. Вот. Я рекомендую проверить прошивки за фото. И если они обновлены, а проблема сохраняется, идти в сервис. То есть, возможно, проблема с объективом, скорее всего. А если выключить стабилизатор, кстати, попробуйте снять в студии. Если резкая картинка, то это даст больше информации сервису для диагностики. Потому что если мы выключаем на объективе стабилизатор на камере X-H1, матричный тоже выключается. Так что можно протестировать. Хорошо, надеюсь, все получится. Я тоже надеюсь. В любом случае, это главное, это руки, которые снимают, и глаза, которыми видят. Согласен, золотые слова. Да, займусь на прошивке вроде последние. Вот для того, чтобы за фото Москву, для того, чтобы этот вопрос исключить, проверьте прошивки, чтобы были точно последние. Ну, так как вы в Москве находитесь, у вас есть отличный, под боком, никуда не ехать, не везти, не издавать, не курьера вызывать. У вас есть сервис Копия. Это отличный сервис, мне он очень нравится. Это один из сервисов, который оказывает услуги именно гарантийного ремонта Fujifilm. И сдайте в него, и я думаю, все сделают хорошо. Особенно, если все на гарантии, будет вообще отлично. Потому что XH1 у вас, скорее всего, еще на гарантии. Потому что камера начала продаваться весной 2018 года, гарантия 2 года. Соответственно, все XH1 сейчас на гарантии. SS877, привет. Да, друзья, очень рад всех видеть и слышать. Очень рад со всеми общаться. Очень рад отвечать на ваши вопросы. Извиняюсь, если чьи-то комментарии не успеваю увидеть, не успеваю заметить. Поэтому, если друг не ответил на ваш вопрос, обязательно пришлите его еще раз. И я на него обязательно отвечу. Вот. Извиняюсь, если заговариваюсь. Немножко не выспался сегодня. Возвращался с мероприятия в Томске. Последнее в этом году. С завтрашнего дня в заслуженном отпуске. Но прямые эфиры не бросаю. Буду с вами обязательно общаться. Буду с вами обязательно взаимодействовать. Буду обязательно выходить на связь. Потому что прямые эфиры, это, наверное, та вещь, которая меня даже больше не утомляет, а заряжает. Про вот-сайз 12 мм. Что сказать по нему? Или 10 из-за 4. Вот, думаю, адекватно их сравнивать. Про вот-сайз. Я не так понимаю объектив-сайз. Ха и Фуджи рулят. Согласен. Вот, думаю, адекватно их сравнивать. Нет. Потому что одно фикс, другое зум. Фикс всегда будет резче зума. А, пробовал. Так. Сайз я пробовал разные. И 32, и 12, и полтинник. Я могу сказать, что у них свои есть у каждого нюансы. Всем привет. Можно ли LX2 снимать сразу с телефона? Нет, нельзя. Он в любом случае будет сохранять картинки в камеру. И только потом скидываем. Потому что нет блютуса. Ожидаю появления 33-1-0. На какой порядок цен рассчитывать? Евгений Полицын, к сожалению, 33-1-0 не будет выпущен. Вместо него будет выпущен 51-0. Оббоза Сокиров 44-31. Привет. Привет. Да, вот, к сожалению, 31-0 отменили. Потому что он получался больше, чем эта кружка. А это уже не Фуджи Вей. Мы все-таки не стремимся, чтобы вытаскали здоровые противотанковые гранаты в руках. Поэтому приняли решение делать сверхсветосильный полтинник. Будет 51-0 объектив. Я думаю, он в некоторой степени заменит собой 56-1-2. Потому что он будет и пылевого защищенным явно, и более светосильным, и более точным. Как показывает практика, все наши последние линзы очень хороши по резкости детализации. Привет, Андрей Джан. Привет, привет. Да, вот, Иван на связи. Да. Поэтому, я думаю, 51-0, он просто будет гораздо компактнее, чем 31-0. Поэтому, когда был в Набуе, вот, когда в сентябре анонсировали X-Pro3, сказали, что вместо 31-0 будет 51-0. Андрей, через недельку ждем предновогодний эфир. Да, я думаю, я прям 31-го выйду. Ас-салам алейкум, от Самарканди из Узбекистана. Алейкум ас-салам. Фуджи Рулис, молодец. Спасибо, мир Рэбитру. Большое спасибо. Либо очень приятна такая оценка от вас, друзья мои. Потому что вы моя обратная связь. Я эфиры продолжаю, потому что вы пишете комментарии. Если бы никто комментарии не писал, не отвечал, то я бы эфиры не вел. Поэтому ваша обратная связь делает это реальным. Но потом же сразу с приложения можно нужный фото сохранить. Да, согласен. Если вам надо снимать сразу на носитель, то снимайте либо на флешку, либо снимайте на ноутбук. Андрей, добрый вечер. Спасибо за консультацию по телефону. По вспышку. Да не за что. Не за что. У нас тоже Фуджи в тренде в Узбекистане. Прекрасно. Фуджи вообще везде в тренде. Чтобы подключить к Топроню, нужен кабель РРС. Вот Арти Ковалев. Я, если честно, очень хорошо не знаю, как это сказать-то, номенклатуры и спецификации. Могу сказать, что там идет кабель, который для Фуджи Фильма. Он помечен в инструкции как optional. И его можно заказать отдельно. То есть вот РРС он или нет, я не знаю. Но смысл в том, что он идет отдельно. В комплекте к Стабу он не идет. Теперь я твой фанат. Приятно слышать. Приятно слышать. Да, друзья, я оказываю консультацию, в том числе в реальном времени, по сотовому телефону. Зачастую бывает звонят фотографы со свадьбы, говорят, вспышка не работает. И мы обсуждаем, как выключить, собственно, этот электронный затвор. А обновление ПО на X-130 ожидается. Пока нет такой информации, но я надеюсь, что будут. Для съемки рекламных роликов и репортажки X-30 с китом 1855 на первое время подойдет? Подойдет. Сколько стоит АКБ? Тридцатка с 1855 на первое время более чем подойдет. Я бы так сказал. Это камера на грани вот уже профессионального решения. 1855 – отличная линза. Ничего сказать про нее плохого, особенно для видео. Не могу. Сколько стоит АКБ? АКБ стоит в районе 3000 рублей с небольшим. Одна батарейка позволяет писать 50 минут в 4К и час 20 в фузе. Но, опять же, можно использовать внешнее питание. Андрей, какой компактный легкий штатив выбрать? Вот здесь не подскажу. Вот здесь не подскажу. Я, к сожалению, не по штативу. X-30 рекомендаются по объективам для съемки в помещениях с плохой освещенностью. Ну, Михаил P2710. Все как стандартно. Максимально светосильные, либо со стабилизацией. Сидельцы в ГИДЗО. Вот, да. Сидников Фото ставит свой GFX100 на разные штативы. Поэтому, я думаю, он подскажет самый крутой и надежный. Для репортажки лучше сразу телефон, еще лучше на сервер. Ну, можно Wi-Fi карточку вставить, она будет сразу скидывать. Потому что она по-другому немножко устроена, чем скидывание кадров с телефона. На телефон через приложение. Поэтому, может быть, возможно использовать вот эти были SD Wi-Fi. Спасибо вам. Спасибо. Друзья мои, всегда спасибо вам за ваши вопросы. Я всегда рад, когда много людей смотрит на шейфере. Когда много людей задает вопросы. Очень рад, когда владельцы наших камер, активные пользователи подсказывают мне ответы. Потому что я не могу снимать вообще на все. У меня нет, к сожалению, ни времени, ни такого количества техники, чтобы пробовать все там сочетания объективов, камеров, стабилизаторов. Я вот стараюсь по максимуму, то, что на тест-драйвы к нам ходят люди с разной техникой, с разными там нестандартными объективами. Все это проверить, протестировать, посмотреть, как снимает. Ну, вот, например, про штативы я вообще не в курсе. Если честно, у меня какой-то простенький китайский у самого, мне его хватает. Я по штативам пользуюсь очень редко. А если говорить про стабилизаторы, вот, например, буду специальную информацию эту проверять. Потом постараюсь раздобыть ЖИЮну и проверить с ними. Потому что мне очень хочется давать вам конкретную точную информацию. Опять же, если кто-то добился работы на новой прошивке, обязательно пишите об этом. Потому что это, опять же, точная информация. Пишите, расскажите, как у вас получилось. Или если перестало работать, какие были настройки, что перестало работать, что осталось. Потому что то количество опыта, то количество знаний, которое есть у всех нас. Вот сейчас там в эфире 60 с лишним человек. Вы представляете, какое количество опыта у нас на всех? Портретные объективы какие посоветят на 300 долларов? Чуть дольше, чем на 300 долларов, чуть дороже. Рекомендую 50-2.0. Классная линза. Насколько XT30 не пылевлагозащищена? На пляже с высокой влажностью выживет? Инста-прокоп. Все зависит от того, какой пляж, насколько высокая влажность конкретно. Как вы ее там эксплуатируете и как долго вы планируете там находиться. То есть, если я буду каждый день, целый год ходить на пляж, то, естественно, в какой-то момент камера, скорее всего, скажет «О-оу». А если я просто съезжу с него отпуск и пару дней погуляют, я думаю, все нормально. Есть такая программа, чтобы узнать про бег затвора? Нет, к сожалению, Каранжан. Нет такой программы. Можно только в сервисе посмотреть. Но так как затвор практически бесконечный, нет же зеркала, то, я думаю, на эту тему можно не париться. Каранжан, очень рад тебя видеть и слышать сегодня. Очень рад тебе. Скучаю по Еревану. Прекрасный город. Очень хочу прилететь снова. Ереван. Теперь мой любимый город не в России. А вот любимый в России не скажу, чтобы никто не обижался. Потому что чем мне понравилась Армения? Сочетанием очень красивых архитектурных решений и очень теплой, цветовой такой гаммы города. Горы красивые. Вино вкусное. И люди душевнейшие. Подскажите, пожалуйста, камеру, достойную, чтобы снять кино. И, кстати, подскажи по 7 артисанцев 12-2-8. Писал, что на ромбитив своими особенностями. Что за особенностями кроме слабых углов на открытых и виньетированиях? Ну, Костя приземен. Логично, что по поводу информации о пробеге, который пишется в EXIF, это не совсем так. Обновляйте прошивку, он сбрасывает пробег. На некоторых камерах да, на некоторых нет. В общем, это не глобально. По поводу вот этих 7 артисанцев и так далее, других мануальных линз, которые сейчас популярны. Особенность в том, что они мануальные. Но, опять же, на таких широких углах там уже почти гиперфокал. И нет, к сожалению, вот этой резкости детализации по всей площади кадра, как на наших линзах. Смоленск твой любимый? Нет, не угадали. Будет ли новая версия объектива 56.1.2? Уж слишком медленная. Будет 51.0, который будет явно быстрее, светосильнее, были влагозащищеннее и круче. Ну и, к сожалению, больше, потому что светосилы бесплатно не бывает. Так вот, я просто не люблю пользоваться мануальными линзами, честно. Я, наверное, уже слишком стар для того, чтобы стоять и наводиться на резкость. Мне нравится автофокус. Взаимно, брат. Вот. Прекрасный, кстати, фотограф. Вот Карен Хоу... Прости, Карен, я до сих пор не научился выговаривать твою фамилию. В общем, прекрасный фотограф из Ивана. Один из лидеров иванской свадебной индустрии. Карен Джон. Очень рекомендую посмотреть его работы. Очень красивая Армения. И люди. Вот. Поэтому всем рекомендую зайти к нему в Инстаграм. И стоить, как чубунный мост. Ну, друзья мои, плюсов без минусов не бывает. К сожалению, наш мир устроен так, что любой плюс тащит за собой минус. И любой минус может оказаться плюсом. Мы живем в достаточно сбалансированном мире. Поэтому крутые характеристики стоят дорого. Когда будет 51.0? В 2020 году. А вот когда конкретно, пока сами не знаем. Я думаю, надо ждать ответ из Японии. Да, вот в 2020 году эта линза будет. А вот мне что-то подскажется, скорее всего, осенью. Потому что обычно все самые стоящие объективы у нас выходят осенью. За исключением, наверное, 8-16. Он вышел зимой. И я прям до сих пор в него не наигрался. Совершенно потрясающая линза. Да, большой. Да, тяжелый. Да, стоит дороже, чем 10.24. Но то, какую невероятную необычную картинку он дает, это просто не объектив. Даже если мой инстаграм посмотрите, у меня там много кадров снятых на него. А где-то горы, горы, а за ними Нилы, Армения моя. Да, да, да. Кстати, Юра Сахар, эксперт, фуджи-фильм из Екатеринбурга. Если вы в Екатеринбурге и вам нужна консультация по настройкам наших камер, либо подсказки какие-то, либо просто встретиться с единомышленником, попить кофе. Вот, все к Юре. Юра, в январе буду у вас. Да, наши друзья, мы, как говорится, год уже заканчивается. Скоро новогодние праздники. Уже все говорят друг другу, эх, давай после праздников. Но мы уже планируем следующий год. И мы обязательно побываем, постараемся побывать во всех городах, где нас помнят. Люди ждут, и постараемся везде довести магию фуджи-фильма. Мне очень нравится, правда, проводить мероприятия в разных регионах. Мне очень нравится видеть, какое количество людей приходит. Как всем интересно. Я считаю, что это круто. Для чего нужен F1.0? Для престижа мы его сделали, он у нас есть. Для глубины эскости маленькой, на портретном фокусном расстоянии. Андрей, вы так быстро сказали, что я не поняла. Если не сложно, напишите, пожалуйста. Буду очень признательна. Эктор Марк Давыдов. А что написать, скажите, пожалуйста? Подскажите, пожалуйста, что вам написать? Я просто не совсем... А, вот. Достойную камеру, чтобы снять кино. Все, увидел вопрос. Достойная камера, чтобы снять кино. Это Fujifilm X-T3. Потрясающее качество картинки. 4K в 60 кадров в секунду. Либо 4K в 30 кадров в секунду с битрейтом 300 мегабит. 265-й кодек, что позволяет передавать цвет. Это те самые 10 бит магические. Что позволяет передавать достоверно, без градиентов, цвет в видео. На мой взгляд, эта камера отлично проходит для того, чтобы снять кино из того ассортимента, который у Fujifilm есть. Темп-юзер... Темп-юзер... Что-то сегодня мне не даются. Ники, привет, да. Всем привет. Спасибо вам, спасибо за вопрос. Спасибо, что напомнили. Вот, его проскочил, быстро вам ответил. Друзья мои, если слишком быстро говорю, можете меня поправить. Замедлюсь. Хотя, в последнее время стараюсь быть максимально плавным и, что называется, неспешным. Вот. По поводу 1.0 портреты можно снимать. Будет потрясающе... Ростовые. Будет потрясающая глубина резкости. А зная, какая это резкая линза будет, ну, по всем предыдущим нашим объективам, хочется очень классную картинку, я думаю, получить. И, я думаю, получится. X100 новый будет? Я думаю, будет. Но вот вопрос, когда, пока остается открытым. Потому что даже слухов нет. Я уже ранее, в начале эфира, говорил, что пока даже информации нет, когда будет. То есть, даже слухи не ходят. Мы все-таки тоже немножечко на них ориентируемся, потому что иногда информация выходит даже раньше, чем мы сами узнаем. Потому что везде есть утечки. Это, знаете, как еще не прошло полгода с нового айфона выхода, а уже есть информация о следующем. Когда Fuji будет писать раз в видео, хотя бы на рекордер? Ну, давайте немножко подождем по Яркинру. Я так полагаю, есть какие-то, видимо, технологические сложности, которые не дают этого сделать. Хотя, опять же, можно в 4.2.2 писать на внешний рекордер. Это почти RAF. Если особенный флог в 4.2.2. Правда, что есть прошивка XC2. Ну, она есть, но пока не обновлялась. 4.3.1, последняя. 4.3.1. Она, я, насколько помню, уже полгода не обновлялась. Но, к сожалению, XC2 уже потихонечку подходит к концу своего жизненного цикла. Карен вот купил себе к XC2 дополнение XC30 и очень доволен. Вот. Так вот, по поводу RAF-видео. Я считаю, что если у вас есть задача писать RAF-видео, то все-таки нужна камера, которая пишет RAF-видео. Это кинокамера. Опять же, нет идеального, скажем так, нет идеального инструмента. Каждый под свои задачи. 16.80 стаб всегда включен или в камере можно отключить? Можно отключить меню. Я уже хочу 51.0. Когда он будет поточнее? Хочу купить уже. Вот МАК-777 Роман в следующем году, в 2020. Он наступит уже через 2 недели. А вот подробности мы узнаем как раз в следующем году. Вот, честно, знал бы точную дату, написал бы вот себе здесь, чтобы не спрашивали. Потому что все спрашивают, а я не могу вас обрадовать ответом точным. И это меня самого, кстати, огорчает. Мне бы очень хотелось вам рассказать, когда он будет. Но у меня пока нет такой информации. Я не хочу никого, знаете, обнадеживать или наоборот расстраивать. Вот как будет информация, сразу дадим. Но пока нам не говорят самим, поэтому мы этого не знаем. Как только скажут, обязательно поделимся. Вы же знаете. Мы от вас ничего предвременно, что называется, не держим. То есть мы от вас ничего не скрываем специально никогда. Нет у нас такой задачи. У нас, если есть какой-то новый крутой продукт, мы стараемся рассказать о нем максимально заранее. Максимально большему количеству людей. Поэтому вот и про 33.1.0 в свое время сказали очень заранее. Про то, что он будет поменен на 51.0, сказали, получается, еще в сентябре. То есть мы стараемся всех предупредить, чтобы все знали, что будет вот так. А вот точные сроки – это все-таки ближе уже к выпуску. Я думаю, как завод его освоит. Потому что точные сроки всегда зависят от, по сути дела, возможности фабричного производства. А есть вообще дорожная карта производства объективов? Да, есть. Но на данный момент она практически полностью выполнена. Единственный объектив, который еще не выпущен для X-системы – это 51.0. Я думаю, скоро ждать стоит ее обновление. Зачем Fuji сделал линейку X-H? Чтобы появились камеры со стабилизатором. Просто она еще находится в своем жизненном цикле, камера X-H. Поэтому пока нету новостей про новые камеры. Все логично. Здравствуйте. 16.8. Западные блогеры говорили, есть баг по съемке видео, по изумнированию его издет автофокус, хотя стоит ручной. Михаил Агеев. Это было на самой первой версии прошивки. Уже выпущено исправленное. Стоит обновиться. Добрый вечер. Подскажите, что лучше купить – X100T или X100F? Конечно же, X100F, она новее. Если вас интересует именно камера с неизменным объективом, то X100F более новая. В ней стоит матрица X-Trans третьего поколения. Она быстрее фокусируется и гораздо больше по разрешению. В X100T 16 мегапикселей, а в X100F целых 24. Это очень серьезная разница, которая позволяет очень сильно работать с картинкой. Даже при отсутствии каких-то более узкоугольных объективов можно всегда кропнуть картинку до, например, эквивалентного фокусного расстояния 50 мм. Потому что там эквивалентный 35. Поэтому я бы взял, наверное, X100F. Если бы стоял выбор либо X100F, я бы, естественно, взял X100F. Немножко дороже. Ну, а может быть, и множко. Я не знаю, где вы сравниваете ценники на вторичном рынке или в магазине. Но я бы взял именно X100F. Она бы мне прослужила, скажем так, с большим и дольшим запасом прочности камеры по качеству картинки и скорости работы. Кстати, мало кто знает, но в камерах серии X100 стоит центральный затвор, который работает как диафрагма прямо в объективе. Это позволяет практически неограниченную иметь скорость синхронизации. Посмотрите, в ЖЖ на Рата фото там есть сравнение рисунка этих стекол. Вот. Классно. О каких... Вот я от Радиокеан не увидел вопрос. Я, видимо, какие-то вопросы не вижу, которые вы видите, друзья мои. Это меня очень сильно пугает. Мюш, скажите, какой вы вопрос от Радиокеану ответили? Потому что я его не вижу. Вот я спасибо от Радиокеана вижу, а вопрос пропал. Меня это огорчает. К сожалению. А в A7 фокус видео хуже, чем в XC30? Я бы сказал, где-то местами даже превосходит. Очень хороший фокус в A7. Прям очень серьезный. Но я бы взял все-таки под серьезную работу 30-ку. Потому что 30-ка обладает более продвинутой эргономикой в видео. Нет, автофокус там такой же. Выше было. Вот, к сожалению, мне, видимо, Инстаграм не все показывает. Я прям листаю, листаю, листаю. И вашего комментария не вижу. Жалко. Жалко. Тоже бы с удовольствием ответил на ваш вопрос. У меня есть давно такое подозрение, что Инстаграм часть каких-то комментариев блокирует. То есть, с 4, 1,5 и 2,0 спрашивают разницу в рисунке. Она небольшая. Я делал тестовые снимки. Все никак не дают руки смонтировать видео. Как в студии тестировать объективы с гирляндой, с моделью. Но вот все-таки я не заметил особой разницы. Второй камерой на мини-стаб Михаила Геевна я бы взял, наверное, так, до A7. Потому что она очень компактная. У него полностью откидной дисплей. Есть даже в комплекте переходничок на 3,5 джек микрофон. С 15-45. Ну, я бы взял, наверное, 16-2,8. Ширик классный, быстрый резкий. И будет круто. Потому что 15-45 достаточно медленная линза. И с ней A7 медленнее. А вот с 16-2,8 тестировали как раз буквально вчера в Томске, на Тезрайве. Очень быстро. Недавно прошивка новая вышла только для X-T3 или X-T30 тоже. Вот Not4U99 был в разъездах. Точной информации не обладаю. Вот буквально сейчас зайду на втором телефоне в сообщество Fujifilm и уточню. И скажу. Собственно, для X-T30 прошивки еще не было. Новая прошивка вышла для X-T3, для X-Pro3, X-A5, X-A7 и X-T100 и X-F10. И для камер XP140. Знаете, есть такие пылевлагозащищенные камеры, в том числе для подводной съемки. Наши такие экшн-камеры Fujifilm. Есть ли в планах допилить приложение, чтобы можно было запускать 4К с телефона? Бояркину, вот у меня пока такой информации нет. Программисты, к сожалению, говорят по-японски, поэтому напрямую спросить не получается. Но запрос такой есть, и я бы очень хотел, чтобы было. Были случаи, что Sigma планирует линейку 16, 35, 56, F1, 4 и под X-Mount. Вот это было бы мощно. Вот это слухи. Я точно знаю, что компания Viltrox анонсировала выпуск таких линз. Там 23, 35, 56, F1, 4 и под X-Mount. Учитывая, что я тестировал их 85, F1, 8, он стоит в 3 раза дешевле, чем 92, 0. Примерно в 3 раза проще, но, опять же, за эти деньги, за 20 с небольшим тысяч, классный объектив с эквивалентным фокусом 130 мм. А что имеется в виду под прошивкой для управления с дрона? А это, чтобы камеру можно поездить к дрону было, и с пульта дистанционного управления управляй. Точно так же, как подключить камеру к стабилизатору, к цифровому, к аккумуляторному, да, к цифровому стабилизатору, к гимбалу, так называемому, и, например, с гимбалу управлять записью и фокусировкой. То есть, чтобы этими всеми вещами можно было управлять напрямую с дрона. Потому что есть профессиональные дроны, на которые вешаются камеры, то есть у них нет своей оптики, вешается камера профессиональная, например, чтобы снимать кино вместо вертолета. Для таких дронов это актуально. Вот что имеется в виду. Короче, Viltrox сильно дешевле, сильно проще, но это теперь получается, что есть линейка бюджетной оптики, которой у нас нет. То есть у нас же я всегда на всех презентациях, на всех эфирах говорю, что у нас нет бюджетной оптики. В том плане, что нету дешевой, некачественной оптики. А вот теперь есть дешевая, не очень качественная, но, опять же, дешевая. Прям, я бы сказал, экстремальная дешевая оптика от Viltrox с терпимым автофокусом. И я считаю, что если вдруг не хватает денег, например, на наши родные линзы, то можно этим воспользоваться, чтобы, что называется, перекантоваться. Когда выйдет прошивка для X3, никогда. Что же тогда делать с камерой на свалку? А зачем вам ее выкидывать, если она работает? Друзья мои, отсутствие прошивок, это не значит, что камеру надо выкидывать. Это значит, что просто под нее новые возможности не добавятся. Но те, которые есть, они же будут продолжать работать. Мы же ее удаленно не блокируем. У Sigma уже есть эти линзы по другим, а он проще, чем Viltrox. Ну, не знаю, почему Sigma этого не делает официально. Потому что Viltrox берет и делает. Вот 85-ка обещали, вышла. Сейчас вот остальные другие вышли. А каких пленочных профилей нет в XA7? А в XA7 нет Classic Негриков. Остальные все есть, по-моему. Eterna там точно есть. Classic Chrome там точно есть. Вот вчера крутили. Если, кстати, подождете немножко, я ее даже возьму. И сейчас вам скажу. У меня она есть под рукой. Нет, не здесь. Вот она у меня вот здесь. Вам небольшой, самым внимательным небольшой рум-тур по моей квартире. Вот у меня камера X7 в руках. Синий камер, очень красивый. Есть еще, кстати, темно-серая. Вообще роскошно смотрится. 15-45, 50-30, очень хорошие, недорогие. Согласен. Но я все-таки лично больше люблю ручной зум, поэтому мне больше нравился 16-50. Я бы все-таки им пользовался. А вот 50-20-30 без вариантов. Очень крутой объектив за свои деньги. Стекла Canon через переходник нормально работают с Fuji? Если переходник Fringer, то да. То есть все зависит от конкретного переходника. Fringer'овский переходник работает отлично. Так, сейчас расскажу, какие есть имитации пленки на XA7, друзья. Стандартная есть, Provia Negative. Provia стандартная есть, Velve, Astia. Classic Chrome. Provia Negative. Provia Negative High Standard. Есть Monochrome. Ага, ребята, обманулась. Eternal нет. Нету E-Cross. Остальные все есть. Ну и Classic Negative. Основой прошивкой на XT3 не добавили новый пленочный профиль? Нет. Не добавляли. Пока. Во всяком случае. Использую XT1, 56, 23, не 2. Ну, нет, 23, не 2. 1, 4. И ни на один из них нет прошивок. Обидно. Ну, ZIR, фильм. И объективы, и камеры были выпущены достаточно давно. Но из XT1 вообще уже выжили все, что можно. Камера гораздо быстрее, чем была. Гораздо продуктивнее, чем была. У нее добавился там и электронный затвор за время жизни. И пленки, и Classic Chrome. И так далее. То есть, на мой взгляд, короче, там уже нечего обновлять. Это вы же, вот если покупаете, например, там старый телефон, вы же не обижаетесь, что на него нет обновлений. Точно так же там, например, вышел, не знаю, 2 года какой-нибудь, Samsung Galaxy S8. 2 года назад вышел. У него уже нет нового андроида. И люди к этому относятся нормально. А, например, на Galaxy S10, который актуальный, у него выходят новые прошивки на S9. Ну, то есть, Fujifilm, на мой взгляд, хорошо, долго поддерживает камеры. 4К там нормальный? Да. 4К, 30 кадров в секунду. Какой универсальный объектив, посадить на XT3? Студийная съемка, чтобы можно было в рост тоже нормально снимать. 16-80. 23-4, еще 90. Ну, прекрасные линзы. Обновитесь на XT3 и будете кайфовать. Они гораздо быстрее работают на новых камерах. Потому что новое железо. Там Рон говорит, что слишком Fuji много хочет денег, чтобы делать под их камеры объективы. А Viotrax, видимо, кладут на лицензию. Возможно. Это все, скажем так, между собойщик. Поэтому мы никогда не узнаем, кто там прав, а кто нет. На XT3 как лечить проблему с подблоком? Иногда батареи не видят. Протирать ластиком контакта. Самый универсальный объектив 16-55-2.8. Согласен. Но он, на мой взгляд, большеват. Плюс мне очень нравится, что у 16-80 есть эквивалентный фокус на расстоянии 120 с минимальными искажениями. С меньшими, чем на 16-55 на длинном конце. Плюс в студии светосила высокая не нужна. Поэтому более компактный, более универсальный объектив – это 16-80. Это вот именно свои критерии съемка в студии. Если, например, мы снимаем репортаж или свадьбу, то 16-55 выигрывает. То есть, опять же, все зависит от задачи, друзья мои. Я просто исхожу из вопроса, как мне он задан. Для съемки в студии 16-80. При этом 16-55 отличная линза, никуда не делась. Просто я считаю, что сейчас 16-80. В комплекте с китовым, с XT3 – это совершенно раскосное приложение. За 133 тысячи – классная камера, классный объектив. Это круто. Поэтому, если вам не нужна даже XT3, найдите того, кому она нужна, и возьмите кит вдвоем. Сэкономите неплохо. Друзья мои, эфира осталась минутка всего. Давайте с вами со всеми дружно попрощаемся, обнимемся. Очень рад, что сегодня увидел много знакомых ников. Жалко, что и лиц, если приглядываться. Очень рад, что было много классных, интересных вопросов. Очень рад, что мы все с вами так регулярно собираемся. Ждите эфир на следующей неделе. Я думаю, даже вечером 25-го уже пообщаемся. Да, давайте вечером 25-го. Как раз это среда. И сегодня среда. Так что всех жду 25-го в прямом эфире. И напоминаю, что в январе я буду в Новокузнецке, Кемерово, Екатеринбурге, Челябинске и Перми. Это точная информация. Дальше посмотрим. Мой коллега напишет в группе «Фуджи-фильм Россия» информацию, где он будет в его командировке. Спасибо, рад был послушать. Спасибо вам за вопросы, друзья. Рад был вас всех видеть. Рад с вами со всеми общаться. Я очень рад, что у нас такое крутое, такое эффективное сообщество. Пусть нам все завидуют в этом плане. Потому что мне нравится, какие у нас все дружные, как мы общаемся. Иногда бывают набеги хейтеров, но, на мой взгляд, это, скажем так, это нормально. Переходник для объективов Canon, еще раз повторите, Фрингер, Екатеринбург в январе во второй половине. Все, друзья мои, осталось 20 секунд. Всем пока, всех обнимаю. 16-55-2-8 самый резкий и контрастный, не согласен. Мне больше нравится линза 92-0, она самая резкая и контрастная. Круче нее только 82-8, но он более узкоспециальный. В общем, да, на Рождество со всеми увидимся. Друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok